День с Алтаном Джоном в Киеве. Всемирно известный музыкант принял участие в благотворительной акции по профилактике и борьбе со спидом. Для этого специально приехал в Украину, как все было, расскажет Наталья Шумакова. Легенда мировой музыки. Сэр Алтан Джон прилетел в Украину. За свою карьеру он дал более 4000 концертов по всему миру. Но сегодня он не будет петь. У музыканта совсем другая миссия. Алтан Джон приехал в Киев как участник борьбы с ВИЧ. С самого утра на территории артзавода «Платформа» собрались сотни поклонников, чтобы увидеть музыканта. Его встретили аплодисментами. Но первым делом Алтан Джон встретился с волонтерами, а затем пообщался с людьми с ВИЧ-позитивным статусом. Приехал музыкант по приглашению фонда Елены Пинчук. По его словам, в Украине он не был 6 лет, но очень любит нашу страну. Я очень рад вернуться назад в Украину. Сейчас с помощью Елены и Виктора, а также фонда Елены Пинчук, мы работаем вместе, чтобы обеспечить более здоровый образ жизни людям, которым поставили диагноз ВИЧ, чтобы они могли полноценно жить в Украине. По данным фонда Елены Пинчук, в стране ежедневно выявляют около 50 случаев заражения ВИЧ. И вирус зачастую уже перешел в стадию СПИДа. Дабы привлечь внимание к проблеме, музыкант решил провести акцию под названием «День с Алтаном Джоном». Все деньги, которые удастся собрать, будут направлены на создание центра для людей с ВИЧ. Мне кажется, это потрясающе прошло. Очередной очень важный визит для Украины. Он очень любит Украину. Для него это очень важное место, где его сердце. И он обещал, что он будет продолжать помогать нам бороться со СПИДом в Украине. Я думаю, мы сможем реализовать еще очень много интересных и важных проектов. Элтан Джон занимается проблемой борьбы с ВИЧ около 20 лет. В 92-м музыкант даже основал свой фонд. С тех пор ученые нашли эффективные методы и диагностики и лечения этого заболевания. Главное – выявить вирус вовремя. Не откладывать тесты призывают и волонтеры. Тем более, что процедура занимает всего 10 минут. Проводят ее совершенно бесплатно. И все происходит анонимно. После забора крови через 10 минут человек приходит и узнает результат. Для молодежи провели игры и тесты. А для певца устроили необычный флешмоб. Несколько сотен человек вместе спели песню «Can you feel the love tonight»? Эта песня в свое время стала настоящим хитом. В 95-м была удостоенная премии «Оскар». Всего на счету у Алтана Джона 31 платиновый и 38 золотых альбомов. Сами участники флешмоба признаются. Подготовились за несколько дней. Он, конечно, бесподобный. Это очень здорово, когда тем более такой человек, такой высшенный мировой сэр, признанный всей планетой, приезжает в нашу страну, приезжает на это прекрасное мероприятие и призывает действительно всех украинцев быть и более лояльными, и относиться бережно к себе, к своему здоровью. Но это нереально. Он нереально. От него такая энергетика. Он, конечно, ну... Это Алтан Джон. В январе этого года Алтан Джон сообщил о своем прощальном мировом турне. Но с Украиной не прощается. Вскоре пообещал снова навестить нашу страну. Наталья Шумакова, Сергей Коваль. Подробности. Телеканал Интер. Продолжение следует...